КАРМА ПРЕДАТЕЛЯ КАРМА ПРЕДАТЕЛЯ КАРМА ПРЕДАТЕЛЬСТВА КАРМА ПРЕДАТЕЛЬСТВА вы стимулируете производство алкоголя, который убивает нацию. Вы тоже, в принципе, занимаетесь предательством в какой-то уровне. На табачной фабрике работаете, вы тоже занимаетесь предательством. Работаете на фабрике, которая испытавливает лекарства, которые убивают людей. Вы тоже, в принципе, предательство. Но это не самый глубокий, не самый опасный уровень, хотя это тоже влияет. Это тоже, в принципе, предательство. Эти формы предательства достаточно много. Вы чиновник, который мешает развиваться экономике. Вы тоже предатель. Соответственно, с предателями поступают как с паразитической клеткой. При первой же возможности ее начинают удалять. То есть это удаление, поскольку вы человек разумный, и вы находитесь на проекте воспитания на Земле, то есть вас тоже будут воспитывать. То есть к вам, прежде всего, вернется то, что вы делали, в том же масштабе, в том же объеме, ну, приблизительно в той же форме, что вы делали, соответственно. Может быть, такая странная, неприятная вещь, предположим, в следующей жизни или даже в этой жизни. Вы все переосмыслите и начнете делать все правильно. Но, тем не менее, эту карму нужно будет отрабатывать до сих пор, пока у вас внутри не останется такой тенденции. Вы можете уже быть, скажем так, полноценным человеком, которым нет даже как бы вроде тени и предательства, но все равно это предательство будет приходить и влиять на вашу жизнь. То есть забирать у вас то, что вы как бы честно заработали. Более или менее механизм будет работать в этих пределах. Благодарю Григорий. Как целительница добавлю, что когда люди приходят на проект реконструкции, мы много работаем с их прошлым, то есть просматривая прошлые жизни и сталкиваясь с тем, что делали эти люди в прошлом, благодаря чему у них в этой жизни ужасные проблемы, решать которые они пришли в разумное человечество. Друзья, вот говорят там, не убей, не укради. Если бы вы знали, кем эти люди были в прошлой жизни, и что они делали, и что с ними происходит сейчас, те без настраданий, которые они испытывают, вы бы однозначно не делали в жизни ничего плохого из того, что вы делаете сейчас. Поверьте опытной целительнице, упаси вас Господь от совершения разрушений в себя и в окружающем мире. В следующей жизни вы испытаете все те без настраданий, которые в этой жизни вы причиняете другим. Самое страшное еще что? Люди, допустим, на постах чиновников или на каких-то высоких постах, вот допустим, над Европой разбрызгивают химическое вещество. Это вот нам один из участников проектов реконструкции из Германии рассказал, которое влияет на психику людей, благодаря чему эта система ХАРК там где-то работает и, так скажем, влучает мозги у людей в Европе. И это известное явление, с ним в Европе борются правозащитники, ну вот как могут так борются. И это сейчас эти люди дают разрешение на разбрызгивание. Эти люди почему сидят в правительстве? Потому что у них развито ментальное тело, они много занимались спортом в прошлой жизни, то есть они большие, сильные, мощные, они могут принимать решения, именно поэтому они сидят на постах. И вот представьте, такой большой, сильный и мощный, который в этой жизни делает такие вещи, умирает и рождается в следующей жизни. И вот он такой большой, сильный, мощный, такой пивбык управлять людьми, руководить различными энергопотоками, ресурсами, все вокруг разбрасывать, рождается в какой-нибудь третьей стране. Такой весь несчастный в семье алкоголиков или наркоманов, еще не дай бог, там отец избил, изнасиловал, или мать что-то сделала, выкинула вообще его на помойку. И ладно бы он был какой-то никакой, но человек с амбициями, человек привыкший, чтобы ему подчиняли, человек привыкший руководить и работать с большими ресурсами, вдруг рождается на помойке. И никакой возможности реализоваться у него нет. Ну вообще нет. И не будет, понимаете? Он будет уборщиком, пока не переосмыслит. Или будет сидеть без денег, побираться, ходить, попрошайничать людей. Помогите мне здесь, помогите мне здесь. Душа-то сильная, мощная, раскрученная. То есть это самое адское страдание. Ладно бы он еще был каким-то человеком, так скажем, только который в прошлой жизни был животным. Но таких людей, как правило, подобных пороков и не бывает. И происходит что? Человек со способностями рождается на помойке. Добро пожаловать в реальный мир. Это страшно. Я желаю вам разумности, правильных выборов. И если даже делаете неправильные выборы, осмысляйте их. Общайтесь с адекватными людьми, которые помогут вам переосмыслить ваши поступки и выйти на путь неразрушения себя и окружающего мира, на путь эволюции. Добро пожаловать на путь эволюции. И учитесь на опыте других. Хотя, наверное, мои разговоры для многих будут бесполезны. Но кто хотел, тот услышит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова